Вот там сейчас, как я вижу, штук 30 прям плавает. В эколого-биологическом центре гамбузию разводят в особых водоемах. Здесь ее называют «золотой рыбкой курорта», которая многие годы эффективно борется с комарами. По словам директора центра Елены Мальц, размножается гамбузия в неволе хорошо. Одна взрослая особь дает потомство от 30 до 80 штук. Уже вскоре это биологическое оружие против комара получат все сочинские школы, где работают летние лагеря. Дети и педагоги намерены выпускать его в пруды и озера. Сейчас мы их запустили, сейчас они уже подрастают немножко. Мы их должны собрать для образовательных организаций, которые будут летом работать по этому проекту и передать им, снабдив всей необходимой информацией, как развести, чтобы она у них была. По словам специалистов центра, гамбузия уже живет во многих водоемах курорта. И каждый сочинец может своими силами бороться с комарами. Ее можно выловить в трехлитровую банку или в какую-то другую емкость с достаточным количеством воды, чтобы она не задохнулась, перевести в достаточно быстрое время, либо воды должно быть много и не закрывать крышку, перевести ее в свой водоем, выпустить 2-3 рыбки. То есть вот как бы это может делать каждый. Свою борьбу с кровоцесущими ведут и сотрудники кладбищ. В Сочи их 107. Четверть из них имеют статус муниципальных. Управление по организации похоронного дела завершает второй этап дезинсекции подведомственных территорий. Рабочие прочищают аллеи от лишней растительности, распыляют спецвещества, уничтожающие комара. Хотелось бы обратиться к гражданам, которые посещают кладбище, не устанавливать емкости с водой, либо пустые емкости, в которых после дождей может набираться вода, ибо это создает размножение личинок, создает условия для размножения личинок. Сельчане от городских жителей не отстают. Памятки, почему нужно бороться с комаром и какие меры необходимо предпринимать, есть практически в каждом доме. Прошел дождь, полили растения и обязательно нужно воду слить, чтобы личинки комаров не размножались и чтобы в этом плане было все нормально. Андрей Етулян – житель села Барановка, уже в четвертом поколении. Своё подворье содержит в чистоте. Дождевую воду практически сразу пускают в дело, чтобы комарам негде было создавать свои колонии. У нас есть люди, которые ходят, ловят эту рыбку, выпускают водоемы, чтобы она там размножалась и уничтожала личинки комаров. По данным Роспотребнадзора, уже обработан 31 гектар городской территории и 55 социально значимых объектов. Сейчас специалисты начали подготовку к третьему этапу борьбы с комарами. Он стартует в середине июня. Дина Отман, телекомпания ФКТ.